Девушки отдыхают Никто и не ждал В доме вообще страшно находиться Такое ощущение присутствия кого-то В холодильнике плавают Ну все плавает Это не кадры очередного художественного фильма про апокалипсис А реальная катастрофа, с которой столкнулись жители Алтая 29 мая реки начали выходить из берегов Последствия устраняют до сих пор Одни тут же начали говорить о проклятии принцессы Кадын Другие о шаманских пророчествах и библейском потопе Но что стало истинной причиной катастрофы И как люди боролись с этой стихией Наводнение 2014 года сравнивали со стихийным бедствием полувековой давности Так сильно уровень воды поднимался в 1969 Но ученые и старожилы говорят Тогда масштаб бедствия не был таким Таяние ледников и снега в горах республики Алтай Проливные дожди, которые прошли там накануне наводнения Все это привело к паводку небывалых масштабов Первым под ударом стихии оказался Чирвежский район 31 мая в Алтайский край прилетает министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков Сразу по прибытии он проводит экстренное совещание с главой региона Александром Карлиным Немедленно губернатор и министр вылетают в пострадавшие районы Были уже такие ситуации, когда мы экзамен сдавали И вы помните, в Михайловском районе, Николаевка, Бастан, 2010 год Мы имели и опыт работы в условиях паводков Но, конечно же, в этом году мы все сдаем суперэкзамен В результате повышения уровня воды в реках Бия, Катунь, Обчий, Рыж и Ануй Потоплены 29 населенных пунктов Тысячи частных домов Зрелища ужасающее Из-под воды видны лишь крыши Но никто не остался без помощи 2 июня В Бийске утром зафиксирован самый высокий уровень воды за всю историю наблюдений 7 метров 13 сантиметров над нулем водомерного поста Это почти на 3 метра больше критической нормы Сильнее всего пострадали ближайшие к городу села Сорокино, Малоугренёво и микрорайон Зелёный Клин Те резиновые сапоги, которые я с собой привезла из города Здесь совершенно бесполезны Потому что уровень воды в некоторых местах практически по поясу И вот без таких рыбацких бродней здесь вообще не обойтись никак На самом деле уровень воды оказался намного больше В Зелёном Клине вода поднялась настолько Что во дворы домов можно на лодке заплыть через забор Наш провожатый – местный житель Алексей Жигалов По ночам он почти не спит В 4 часа утра – подъём и осмотр территории К своему дому Алексей наведывается несколько раз в день «Когда подплываешь, что чувствуешь?» «Кустоту какую-то» «И боль» «До сих пор, не знаю, не верится» За порядком следит и дядя Коля, сосед Алексей Жигалова Жену Николай Жданов отправил в центральную часть города, к детям Сам остался вместе со своим родственником охранять дом По очереди плавают за продуктами, кормят домашних животных До слёз обидно я делал, делал Я боюсь в ограду заплыть Вот сейчас к сараю, по крыше, там по лестнице спустился Ну в ограде вот так вот ещё брожу Всё там Чужой парник ко мне приплюл Мой уплыл на заборе поезд Поменялись с кем-то Поменялись не только парниками Дрова, уголь, садовая мебель, даже детские коляски Всё в кучу Один большой мусорный поток Где чьё имущество, вряд ли можно будет разобрать Даже когда сойдёт вода В одиночку плавать на лодке Абсолютно сейчас не рекомендуют Потому что из-за скопившегося мусора Могут образоваться вот такие заторы Поэтому один человек сидит на веслах Второй вот подручными средствами Расчищает дорогу Лёш, поплыли На крышах многих домов копошатся люди Кто-то сушит намокшие вещи первой необходимости Кто-то кормит домашних животных Кур и кроликов, которых разместили на чердаке Из большой воды выбираемся на большую землю Стоять! Тут чебак вряд лица набился Чебак вряд лица набился На самой границе суши и воды стоит дом семьи Шевелёвых Здание на пригорке плюс высокий фундамент Наводнение до него не добралось Двор Ольги и Николая Шевелёвых Стал перевалочной базой для тех, кто остался в зелёном клине И ежедневно выбирается на сушу За продуктами или к родственникам Кто мимо идёт, кому надо чай, кому не надо Кто хочет, пожалуйста, все приходят И незнакомые Муж у меня вылавливал, ездил и собак, и людей привозил Мокрых и всяких разных Чаем напоим и дальше кто куда Пока супруги Шевелёвы согревают соседей чаем В Бийском посёлке Промышленный Сотрудники МЧС проводят спасательную операцию Эвакуируют женщин, детей, пенсионеров На резиновых лодках нужно вывести как можно больше человек Одной из жительниц пришлось выносить на руках Пожилая женщина провела несколько часов в ледяной воде У неё обморожение Работаем, работаем, ручками, ручками работаем Работаем, 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 работаем Работаем, работаем зеленого клина сооружали дамбу. Трое суток, невзирая на усталость. Десятки спасателей и добровольцев практически не прекращают свою работу. Дамбу они строят даже в темное время суток. Некоторые говорят, что они уже потеряли счет дням. Ну а мешков с песком, который сюда привезли, и вовсе уже не перечесть. Пока не упадет вода, пока не кончится поводок, будем работать. Говорят, что ждать надо вторую волну. Будем ждать, смотреть на погоду. Помогают в эти дни не только людям. Этот пес оказался в западне. Вода поднялась так быстро, что собака только и успела, что забраться на мебель. Сколько времени пес продрейфовал на диване, сказать сложно. Внимание спасателей привлек жалобный вой. Бить стекло нельзя, собака может испугаться. Но все-таки спасательная операция прошла успешно. Да, Барбос, повезло тебе. Вместо тысячи слов в благодарность и виляние хвостом. В такие минуты понимаешь, не только собака может быть лучшим другом человеку, но и наоборот. 3 июня эпицентром наводнения стал Быстроистокский район. Мы отправляемся туда прямо из Бийска. Сразу после въезда в село Быстроисток люди оставляют машины, потому что дальше дороги просто нет. Она превращается в бурный поток и в принципе на протяжении всего села ситуация особо не меняется. Улицы затапливают буквально за несколько часов. Уровень воды в реках Обь и Ануй вырос в два раза. В зону подтопления попали три населенных пункта. Село Верхозерное, Усть-Ануй и районный центр. В самом быстром истоке под водой оказываются больше 2000 домов и 5 социальных объектов. По улицам села Быстроисток, иначе как на лодках или на тяжелой технике передвигаться невозможно. Нашу съемочную группу под свою опеку взяли местные дорожники. Мы преодолеваем водную преграду на тракторе Кировец. В трех селах района организуют эвакуационные пункты. В самом быстром истоке людей размещают в школе. В первые часы после прихода большой воды там собирается почти 500 человек. С 31 числа здесь начал у нас в школе работать эвакуапункт. Первые люди были доставлены в спортивный зал. То есть вот здесь размещались у нас две первые люди, которых эвакуировали. Первоначально 30 человек было здесь размещено. Но по мере того, как вода стала подступать, мы приняли решение и перевели людей на второй, третий этажи. Вместо спальной комнаты школьный класс. Кто-то спит на полу, кто-то на партах. Недостатка в продуктах и воде нет. Сельчане по очереди несут дежурство на кухне. Незнакомые друг с другом люди разных возрастов и профессий. У них одна беда на всех. А значит и держаться нужно вместе, помогая друг другу кто чем может. Сразу покормили и вообще обстановка такая. Я не знаю, в общем-то они все добродушные. Девчонки, вот каждый, вот даже школьники у нас, они посуду моют. Вообще молодцы. Ну все вот. Они тоже не здесь. Они вообще не здесь работают. И все кто это самое. Вот кто это самое. Кто медсестра, кто школьники, кто вот совсем другой. Вот они в больнице работают. В быстром истоке безудержный поток буквально смыл часть улицы. Некоторые дома полностью разрушены. Еще часть больше непригодна для проживания. Местные власти среагировали моментально. В село прилетел губернатор Александр Карлин. Дал команду обеспечить пострадавших жильем. Тех, кто потерял жилье полностью, мы им будем, конечно, в первую очередь помогать. Поэтому, ну сейчас временный какой-то вариант. Вместе глава здесь поселения, Михаил Иванович в курсе, ищите. Если вы согласны здесь дальше жить в этом селе, будем помогать. В советский район большая вода пришла 2 июня. От стихии пострадали 500 жилых домов и 1000 приусадебных участков. В первые дни потопов пункты временного размещения переселяют 400 человек. Оперативно разворачивают пункты выдачи гуманитарной помощи. Здесь пострадавшие получают еду, питьевую воду, одежду и медикаменты. В каждом районе края для пострадавших от большой воды собирают гуманитарную помощь. Например, в Бийске во время наводнения Центр социального обслуживания населения стал едва ли не самым популярным местом в городе. Сюда приходят и те, кому нужна помощь, и те, кто готов ее оказать. Все нуждающиеся могут взять здесь теплые вещи, например, куртки, кофты. Здесь есть даже абсолютно новые еще с ценниками теплые вещи. Но новизна это не главное требование. Самое главное, чтобы вещи были чистыми и в состоянии, пригодном для их дальнейшего использования. У Елены Мальцевой из села Сорокина трое детей. Ждет четвертого. Ее дом затопило одним из первых в селе. В Центр пришла за теплыми вещами и с надеждой, что помогут с жильем. Сейчас вся семья ютится у сестры в однокомнатной квартире. Сказали подождать сейчас, что помогут. Спасибо большое, что хоть у нас есть в Бийске такое учреждение, есть куда обратиться. Сейчас вот надо как-то все равно ехать домой, смотреть, что там. Там вещи, машинка, все, наверное, в воде там сейчас, караул. Страшно ехать? Страшно, если честно, да, очень страшно. Кроме одежды и обуви, в Центре гуманитарной помощи раздают и продуктовые наборы. Консервы, хлеб, вода – все самое необходимое. В день расходится до 80 комплектов. Гуманитарные грузы приходят и от соседей. Теплые вещи, резиновые сапоги, продукты питания доставляют на Алтай из Казахстана. За полтора дня в помощь пострадавшим от наводнения жители четырех районов Восточно-Казахстанской области собрали почти 7 миллионов тенге. Это больше одного миллиона рублей. Помощь приходит из Новосибирской и Кемеровской областей. В Кемерово и Новокузнецке открыты около десятка приемных пунктов. К тем, кто готов помочь, но не может выехать к месту сбора, волонтеры приходят на дом. Помимо меня присоединились многие новокузнечане, за что я очень благодарна. Все собирают вещи. Кто не может вещами, собирают средства, на которые приобретается все это. Отчеты идут в группе ВКонтакте, в Одноклассниках. Вот это вот одна из небольших частей того, что мы собрали. Деньги и предметы первой необходимости со всей страны присылают в Алтайское отделение Российского детского фонда. Посылки и переводы идут из Казани, Липецка, Королева, Новосибирска, Уфы, Иркутска, Читы. Уже в первые дни сумма сборов составляет более 36 миллионов рублей. 7 июня стихия добирается и до краевой столицы. Уровень воды в районе Барнаула превысил исторический максимум. Поднялся до 754 сантиметров. Микрорайон Затон и поселок Ильича теперь больше напоминают Атлантиду. Практически полностью ушли под воду. Почти три тысячи человек отправляются к родственникам в город или в пункты временного размещения. Для тех, кто бежит от стихии, организовано непрерывное сообщение с большой землей. Теплоход из Маула приходит каждые полчаса. Каждый раз обе палубы забиты до отказа. Те, кто все-таки остался, живут на крышах, ждут снижения уровня воды. Эвакуироваться надо, вода прибывает. Поедете с нами? Сейчас нет, к вечеру. Ну к вечеру все, к вечеру темно будет. Не поедете? Лидия Литовченко за свои 72 года несколько раз видела, как затапливает родной Затон. Паводок разной силы подбирался к домам 47 раз. 47. Но такой большой воды даже она не помнит. Слезать с крыши и ехать в пункт временного размещения бабушка Лида наотрез отказывается. Кошку, собаку и кур ведь не бросишь? Я буду там, а собака здесь жалко ее. А вас не жалко? Нам вас жалко? Я уже отжила. Вода в районе прибывает по 2-3 сантиметра в час. Местная вилла Венеция теперь полностью оправдывает свое название. Местные жители говорят о том, что прежде вода никогда не добиралась до администрации. Сейчас мы видим, что потоплен фундамент и в самом Затоне остаются незатопленными около десятка домов. И сейчас сотрудники местной администрации проводят обход. И через несколько часов будет известна все-таки точная цифра, сколько домов осталось незатопленными. В итоге абсолютно все дома поселка под водой. В Затоне работает мощная группировка спасателей из разных регионов страны. Более 500 человек. Бойцы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда принимали участие в ликвидации последствий. На Саяно-Шушинской ГЭС работали на Дальнем Востоке во время прошлогоднего наводнения. Спасать людей, стоя по пояс в воде – привычное дело. Мои подчиненные в первую очередь идут работать, а потом вспоминают, что им надо спать или кушать. А когда вспоминают, они снова идут работать. А бутерброд положат себе в карман, чтобы успеть и покушать одновременно, пока едешь, и спасти человека. Буквально несколько минут назад мы вывезли бабушку. Ей 210 килограмм, представляете, да? Но ребята вот ее как вот на руках перенесли, чтобы человеку было в таких условиях было как-то комфортно. Сегодня было эвакуировано две бабушки в этом поселке 100 и 101 год. Поселок Ильича – самая нижняя точка Барнаула. Весь объем паводковых вод 8 июня пришел именно сюда. Спасатели, полицейские и коммунальщики укрепляли дамбу глиной, песком и железобетонными конструкциями. Но все-таки сооружение натиска стихии не выдержало. В некоторых местах образовались промоины. Свет в поселке отключили, вода только бутилированная. Елена с мужем подняли на крышу домашних животных. Эвакуироваться не собираются, охраняют имущество. Думали, воды не будет проснуть утром вчера. Думаю, пойду рассаду посажу еще. Приходит МЧС, говорит, сейчас ждите, сейчас дамба прорвется. Это было в 10 утра вчера, и, наверное, уже в 2, вот уже был такой у нас уровень. Мы не успели ни собрать, ни убрать ничего. Надеялись, что дамба. 10 июня в Барнаул снова прилетает министр Пучков. Ситуацию в крае он держит под личным контролем. Работой спасателей и местных властей министр доволен. В зону ЧС уже доставлено более 200 тонн грузов гуманитарной помощи из Росрезерва. Также помогли регионы Сибири. Кроме того, запасы материальных ресурсов, продовольствия, медикаментов здесь, на территории Юга Сибири, было абсолютно достаточно. И сейчас задача донести необходимую материальную помощь, продовольствие, медикаменты, бутиленную воду до каждого человека. Причем не человек должен искать помощь, а помощь должна идти человеку. Свой разрушительный путь волна паводка завершает в Камни-на-Аби. Глубина реки в районе города самая высокая в крае. Критический уровень – 7 метров. Вода превысила и эту отметку – больше, чем на полметра. Сейчас Каменский парк развлечений уместнее назвать аквапарком. Сразу за ним располагался пляж, по которому мы сейчас свободно проплываем на лодке, но и вода поднялась еще на полквартала вверх от набережной по городу. Таких катастрофических последствий, как в предгорных районах, в Камни-на-Аби удалось избежать. В центре города ничто не напоминает о паводке. Из-за подъема уровня воды в Камни-на-Аби нарушено паромное сообщение. Пристань сейчас затоплена, к ней не пробраться, но чуть выше по течению есть еще одна посадочная площадка. Туда подходит частный паром, муниципальный, сейчас, к сожалению, пока не работает. От воды пострадали около 20 домов и полсотни приусадебных участков. Эвакуировано меньше 10 человек – пожилые люди и женщины с детьми. Их поселили в местной гостинице. За городом река разлилась так, что местные жители вместо работы на грядках спокойно рыбачат неподалеку от собственных дачных участков. Опасность, кажется, миновала. Пока большую воду встречали в Камни-на-Аби, в большинстве районов края стихия начала отступать. В Бийске за сутки уровень воды упал больше, чем на полтора метра. В окрестных селах паводок освободил дороги. Правда, для проезда они оказались непригодны. Например, на трассе от Бийска до села Усяцкое поток смыл асфальт сразу в нескольких местах. Как только стало возможным, начались работы по восстановлению дороги. Сначала ее засыпают песком, затем укрепляют щебнем. Для жителей села это единственно возможный путь домой. Есть технический проезд лесом, но в такую погоду на легковой машине проехать практически невозможно. Ждем. Восстановительные работы кипят во всех пострадавших районах. Дамбу в Бийске начали разбирать. Большая вода смыла 10 тысяч гектаров посевов. В зоне ЧАЭС оказалось 1220 км дорог. Это пути федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. К восстановительным работам привлекают тысячу военнослужащих, 200 единиц техники и 40 миллионов рублей из краевого бюджета. Пострадавшим выплачивают компенсации на первоочередные нужды и за утраченное имущество. Почти 135 миллионов из краевой казны, 3,5 миллиарда федеральных денег. Всего от наводнения в крае в разной степени пострадало 13 710 жилых домов. Тем, чьи дома признают непригодными для проживания, полагаются жилищные сертификаты. Алексей Жигалов вместе с семьей теперь надеются только на этот документ. Другого жилья нет. С женой и сыном ютятся у тещи. Грустно. Много времени прожили, считай, ребенок, можно сказать, в этом доме вырос. Мы заехали, ему год был, да? Пять лет он, считай, здесь рос. Он до сих пор, допустим, не понимает, почему он живет у бабушки, да? Почему мы там живем, ему непонятно. Почему мы домой не едем? Леша рассказывает, после того, как сошла вода, из комнат вывезли больше 30 ванн, глины и ила. В помещении пахнет сыростью. За несколько часов пребывания в доме одежда становится влажной. Приборчики, которые измеряют влагу, до сих пор показывают влажность 80%. Это с учетом того, что там стоит пушка в подполе, и получается, каждый день она включена, гоняет в жару, да? И печка еще топится порой. Вместо помидоров и картошки – Тина и Асока. Мать Алексея, Галина Жигалова, бродит по огороду, чуть не плача. Урожая не будет. Вот на этом участке нынче вообще удобрили, все скопали как следует, все посадили. Она уже взошла, была сантиметров 10 вот такая. И хорошая быка. Два года у нас вообще крупная картошка вырастала. Ее посадили позже, когда вода сошла, она, там, может быть, горох какой-нибудь вырастет. Она, видите, еще зеленая, уже скоро выкапывать, а она еще там, не знаю, даже посмотреть, там, может, горох какой-нибудь остался. Ну, горох, я не знаю, пропал он полностью. Лодка соседа, дядя Коли, на которой Леша Жигалов возил нас по затопленным улицам, теперь в гараже. Восемь собачек я спас, заваленных поднял, с цепи снял, поднял на чердаках, на крышу. А их кормить некому я плавал, потом кормил их. Четыре дня. Тяжелое лето 2014-го доказало, что жители Алтайского края могут постоять за себя, за близких и даже незнакомых людей. Готовы выйти на борьбу со стихией и доказать, что главным оружием в такой борьбе становится крепкий сибирский характер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова